В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Здравствуйте. На второй день после парламентских выборов руководство партии «Платформа Да» в полном составе председатели и вице-председатели подало в отставку. Об этом говорится в распространенном формировании пресс-релизе. Однако причины такого решения не указаны. Позднее в ходе пресс-конференции Андрей Анастасис заявил, что в период до съезда партии, на котором предстоит избрать новое руководство деятельность, ПДА будет направлено на проведение перезагрузки. Также он выразил надежду на то, что наступят лучшие времена, поскольку у Республики Молдова есть президент и проевропейское парламентское большинство благодаря платформе «Достоинство и правда». Национальное политбюро партии приняло решение о созыве 5 сентября съезда политформирования. До этого дня должность Андрея Анастасия будет занимать Дину Пленгеу. В пресс-релизе не говорится о мотивах отставки, однако бывшая вице-председатель платформы «Да» Инга Григориу отрицает какую-либо связь с результатами партии на досрочных парламентских выборах. «Мы должны были провести съезд еще в феврале, но не разрешила Национальная комиссия по общественному здоровью. Потом началась предвыбранная кампания. И сейчас мы наконец-то проведем съезд в соответствии с уставом. Немного запаздываем. До этого времени мы все находились в отставке». Бывший вице-председатель формирования Ливиу Вовк на своей странице в социальной сети также сообщил об отставке. «Спустя пять лет существования платформы «Да» требуется перезагрузка. Мы не уходим из общественно-политической жизни. Перевернем страницу и продолжим писать историю». Партии не удалось набрать достаточно голосов, чтобы пройти в парламент. За политформирование проголосовали 2,33% избирателей. При этом результат бывших их партнеров по избирательному блоку «АКУМ» партии «Действия и солидарность» составил 52,8%. 12 июля на следующий день после выборов члены платформы «Да» в своих комментариях по поводу низкого результата подчеркивали, что покидают парламент с высоко поднятой головой. До этого примар муниципия Бельцы Ринато Усатый сообщил о своей отставке из-за разочарования в результатах выборов, достигнутых в городе, где он с разгромным счетом проиграл блоку коммунистов и социалистов. За избирательный блок Ринато Усатый проголосовали немногим более 4% избирателей, тогда как для прохождения в парламент требовалось не менее 7%. Российская сторона с уважением относится к итогам выборов в Молдове и рассчитывает на многоплановое сотрудничество с новым парламентом и правительством. Однако Кремль будет укреплять преднестровский фактор, если новая молдавская власть выберет антироссийскую линию. Об этом говорится в официальном заявлении представителя МИД России Марии Захаровой, а также в комментарии главы Комитета Госдумы России по делам СНГ Леонида Калашникова после того, как стало ясно, что на парламентских выборах в нашей стране победили проевропейские силы. В свою очередь Евросоюз приветствует победу ПДС, но напоминает об условиях выдвинутых республики взамен оказываемой помощи. Такая позиция изложена в совместном заявлении Верховного представителя ЕС Жозепа Боррелли и комиссара ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели. От лица внешнеполитического ведомства России Мария Захарова выразила надежду на последовательную реализацию действующих российско-молдавских соглашений и договоренностей, а также на продолжение активного участия Республики Молдова в интеграционных процессах на пространстве СНГ. Власти РФ убеждены, что дружественный характер отношений между Россией и Молдовой отвечает коренным интересам граждан, которых связывают общая история, тесные духовные, культурные и гуманитарные узы. Глава Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям соотечественниками Леонид Калашников утверждает, что политика России по отношению к Республике Молдова будет зависеть от избранного молдавской властью пути. Если республика отдалится от Москвы, то Россия будет действовать соответственно. В частности, будет укрепляться преднестровский фактор. Однако, по его словам, делать это все сложнее, потому что Приднестровье сейчас находится между двумя враждебными, по сути, государствами. Как выразился Калашников, примирительные декларации партии действий и солидарность по отношению к России перед выборами превращаются затем в проевропейскость и пронатовость. И возврат силового сценария в отношении Приднестровья в дальнейшее возможное слияние с Румынией. А это не приемлет русскоязычное и гаузское население, отмечает российский парламентарий, цитируемый агентством Интерфакс. Если Санду будет проводить дальше такую политику, умело скрывая ее под маской якобы сотрудничества с Россией, это будет очередное фиаско, которое не раз уже было у ее предшественников. И, к сожалению, страна тогда не выберется из ямы, подчеркнул Калашников. В свою очередь, Европейский Союз рассчитывает на стабильные партнерские отношения с молдавским правительством и парламентом, чтобы справиться с вызовами, с которыми сталкивается Молдова. Вместе с тем, Евросоюз не забывает и о выдвинутых нашей стране условиях для получения помощи, отмечается в совместном заявлении Верховного представителя ЕС и комиссара Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства. Они также подчеркивают, что победа проевропейской партии не является карт-бланшем для новой власти. Партия действий и солидарности Майя Санду превратили борьбу с коррупцией в идеологию большевистского типа. Такого мнения придерживается политический аналитик Виталий Катаны, который утверждает, что ПДС не сможет управлять страной, так как у партии нет хорошо подготовленных специалистов и государственных программ. По этой причине вскоре электорат разочаруется и доверие граждан исчезнет. Будто в подтверждение этого вскоре прозвучало обращение лидера ПДС с призывом к гражданам помочь формированию руководить страной. По словам Виталия Катаны, ПДС только формально сможет находиться во власти в течение четырех лет. Эта партия не сможет управлять страной. У них нет подготовленных людей ни в области экономики, ни в области права, где они выступают за идею реформирования правосудия и борьбы с коррупцией. Подобно тому, как большевики боролись с буржуазией, призывая к равенству классов, так ПДС и Майя Санду борются с коррупцией, не имея никаких реальных критериев в реальной борьбе с коррупцией. В то же время аналитик утверждает, что те, кто знаком с феноменом дачи и получения взяток, это люди, которые работают в этих областях. Они знают механизмы и модель борьбы с коррупцией. Таких людей в ПДС не вижу. Думаю, у нас есть прецедент, на который можно сослаться. Майя Санду была премьер-министром в течение шести месяцев, и ей практически не удалось управление. Она просто искала способ избежать ответственности и даже уйти из правительства, так как не смогла справиться с обязанностями. Последовало повышение цен на электроэнергию, повысились налоги и госпошлины во многих областях. Виталия Катана также считает, что ПДС выиграла выборы, потому что формирование поддержала Майя Санду. Такого же мнения придерживается и эксперт по конституционному праву Тео Кернац. Они не успели толком выйти из президентских выборов, как вступили в парламентские выборы. А это означает, что доверие, которое Майя Санду имеет как президент, перешло к ПДС. Пресс-секретарь ПДС Аурико Жардан заявила, что партия не комментирует политические заявления. В том же ключе ответила и пресс-секретарь аппарата президента Сарина Штифырце. В Адулуй водах спасли четырехлетнего мальчика. Инцидент произошел на пляже. Малыш отдыхал на берегу реки с родителями. В какой-то момент, находясь в воде, он перестал дышать. По данным генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, спасатели мгновенно отреагировали, как только услышали крики о помощи. Мальчика смогли реанимировать и госпитализировали. Медики установили, что ребенок подавился едой. Теперь его жизни ничего не угрожает, говорят специалисты. С начала летнего сезона спасатели Адулуй вод оказали помощь 12 гражданам, попавшим в различные опасные ситуации. Взрыв бытового газа в гостинице «Азария» в российском городе Геленджик унес жизнь по меньшей мере одного человека. Еще трое пострадали и находятся в больнице. Страшные кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. После случившегося 50 постояльцев и сотрудников гостиницы были эвакуированы. Экстренные службы сообщили, что взрыв произошел на кухне частной гостиницы, после чего обрушились перекрытия помещения и внешняя стена. Взрывной волной выбило окна в соседних домах. В устранении последствий участвовало 40 человек и 14 единиц спецтехники. В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что в гостинице «Азария» граждан Молдовы не было. Не считая безразличия со стороны общества, пожилая женщина из Вулканешт доживает свои дни в доме, который с трудом можно назвать человеческим жильем. Сейчас ей фактически грозит голодная смерть, хотя у нее было 11 детей. Некоторые из них уже скончались, а те, кто жив, похоже, забыли, что у них есть мать, потому что давно ее не навещали. Всю жизнь работавшая женщина чувствует себя сейчас обузой, брошенной и всеми забытой. Опираясь на костыли, Кристина Костина еле передвигается по дому. Ей 90 лет. Доживать свой век приходится одной в доме, где царят нищета и беспорядок. Она родила 11 детей, но ни один из них давно не ступал на ее порог. Ни у тех, кто за границей, ни у тех, кто поблизости. Нет времени навестить маму, говорит с улыбкой пенсионерка. Говорю, почему не приходите? Ты же недалеко живешь, один час до Болграда. Наша героиня больна и беспомощна. Содержать дом в порядке уже не хватает сил. Здесь повсюду разбросаны вещи и давно никто не подметал. Даже готовить себе женщина не в состоянии, хотя всю жизнь проработала на земле, чтобы накормить и вырастить детей. Если весной не работала, то осенью подрабатывала в теплице. Час-два работала и домой к детям. Теперь? Единственная, кто ее навещает, работники социальной столовой. Они приносят горячий обед. Без их помощи Кристине Костиной грозит голодная смерть. В доме нет холодильника и, чтобы продукты не испортились, их приходится хранить в колодце. Колодец неглубокий, но в нем прохладно. Оставляем пакет здесь до утра. Пенсия пожилой женщины 2000 леев. Хватает на лекарства и понемногу откладывать на дрова для холодного времени года. Чтобы не умереть в одиночестве, она переехала к племяннице, которая согласилась о ней позаботиться. Но радость оказалась недолгой. На третий день нам позвонили и сказали отнести еду бабушке домой. Я спрашиваю, а где тетя Кристина? Она уже дома. Но вы взяли ее на две недели. Все, нам надоело. Социальный работник в вулкане Штах пожимает плечами и признает, что помощь, предлагаемая социально уязвимым гражданам, ничтожно мала. Ну, что касается нашей службы, мы выделяем экреальную помощь ежегодно на лечение и социальное пособие, пособие на холодный период года. В связи с такой ситуацией в стране, по ГГУЗе, как бы не особо есть финансы. Но бывало, что мы пенсионерам покупали продукты или же строим материалы. По данным Управления социального обеспечения, только в вулкане Штах проживает более 130 одиноких пенсионеров, которые нуждаются в помощи государства. Надеясь повысить интерес к вакцинации против коронавируса, власти объявили о проведении новых марафонов. По данным Министерства здравоохранения, они будут проходить во Дворце Республики, в Медицинском университете, а также на севере страны, в Сорокской крепости. В субботу желающих сделать прививку ждут в столичном Дворце Республики, где в числе предлагаемых препаратов есть и спутник ВИ. Однако организаторы предполагают, что вводиться будет только вторая доза этой вакцины, учитывая, что ожидается около 4000 человек для ревакцинации. В воскресенье прививку можно будет сделать в Сорокской крепости. Директор Музея истории и этнографии заявил для нашего телеканала, что мероприятие пройдет с 9 до 17.00, однако не уточнил, какая вакцина будет доступна. Также в воскресенье еще один марафон состоится в Медицинском университете, где можно привиться астрозенекой. До этого дня в Молдове ввели почти 800 тысяч доз препаратов от коронавируса. Более 314 тысяч человек полностью вакцинированы. Более 150 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson, доставленные вчера вечером в Кишинев, будут распределены по всем пунктам иммунизации страны в ближайшие дни. Представители Минздрава говорят, что помощь США, полученная через платформу Кавакс, имеет большое значение для безопасности граждан. По их словам, препарат также эффективен, как и другие вакцины против COVID-19 и широко применяется на международном уровне. Республика Молдова стала первой страной в европейском регионе, получившей вакцину Johnson & Johnson через платформу Кавакс. Эта вакцина, одобренная и принятая населением, была введена более чем 20 миллионам человек. Отметим, это первая партия из более полумиллиона доз, обещанных Молдове американским государством. Препарат производится в США, одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам и Всемирной организацией здравоохранения. В отличие от большинства вакцин против COVID, Johnson & Johnson вводится однократно и рекомендован лицам старше 18 лет. На данный момент Молдова получила в виде безвозмездной помощи более миллиона доз различных препаратов из Румынии, России и Китая. На этом все к этому часу. В студии была Ирина Варсан. Не пропустите вечерний выпуск программы «Время новостей» на телеканале ТВ6 в 21.00 и в 10 вечера на Архия ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин